А всем привет, одно из моих самых первых воспоминаний в жизни это как я стою возле одного из аквариумов моего отца и наблюдаю за тем, как по стеклу повзет ампулярия, как она вытягивает свои антенны, как сребет своей теркой стекло аквариума. И вот как-то так получилось, что любовь к грехоногим у меня не проходит до сих пор. Я не помню других обитателей его аквариумов, да и вообще из того периода помню только раков на рынке и дискуссов в первом открывшемся частном магазине. Ближе к концу десятилетия появились в Милане туберкулата, в середине нулевых мне попались Гренифера и Хелена, а в начале уже этого десятилетия какие-то похожие на мелких ампулярий, которых, к моему большому сожалению, сохранить не удалось. Были и ампулярии двух вариантов, в книгах встречались упоминания о других видах ампулярий и о загадочном аризе. Все, думаю вы поняли, что с улыбками было весьма печально и скудно. Где-то в середине конца нулевых годов начали появляться и другие интересные улитки, Тиломелания, Бротия и другие, а ценником среди них всегда стояли неретины. Тиломелания я не мог себе позволить в силу дороговизны. Бротии ползали у меня около года, но ничего не вышло, зато с неретинами проблем обычно не возникало. Первыми у меня появились неретины под коммерческим названием красноточечные. Привез их из все того же Челябинска, красивая, мирная, необычная улитка. Прожили около полутора лет, потом был небольшой перерыв и в тринадцатом году я в одном из наших магазинов встретил уже вот эту улитку. Да, именно ее. В том же году в этом же магазине я купил этот аквариум и поэтому, уверен, в годе с тех пор она в нем и живет. Досталась мне эта улитка совершенно бесплатно и вот уже более четырех с половиной лет радует меня. Около года назад я снова приобрел еще и красноточечных, но осталась только одна вот эта. В интернете можно встретить информацию, что неретины живут около года. Как понимаете, мой опыт опровергает это, причем из шести улиток, которые у меня за все время были, только одна прожила около двух месяцев. Одной около года, другой около пяти лет и две погибли в районе полутора лет, а так как они уже были взрослые и почти не подросли, то думаю, что им было не менее двух лет. Понятно, что шесть штук не показатель, но если большинство из них прожило дольше прогнозируемого возраста, то о чем-то это говорит. Также встречается информация о том, что если улитка упадет вверх ногами, то она не сможет перевернуться и погибнет. Вообще я не знаю ни одной улитки, которая не смогла бы перевернуться и тем более погибнуть от этого. Неретины не исключение. Очень часто неретин приобретают для борьбы с водорослями. У меня же их почти никогда не бывает. Возможно даже по той самой причине, что у меня огромная количество водорослей едов и водоросли просто могут не успевать попадаться мне на глаза, так что для меня это очень красивые и интересные обитатели аквариума. Я заметил у них только два минуса. Первый, они иногда могут сбежать из аквариума и потом придется их искать в самых неожиданных местах, но это редко. Одна из моих самых первых улиток так и сделала и мне пришлось потом продвигать кучу библия, чтобы достать ее. Ведь даже небольшой аквариум с тумбой сдвинуть не так как топ-крост и не сливая вода, а если уж брать 100-литровые и прочее, то сами понимаете. Другой минус и самый серьезный, они не размножаются. Вернее размножаются, но икра погибает в нашей воде. Самые улитки об этом не знают и любят иногда зависть аквариум своей икрой. Для меня это не страшно, но некоторых переводят в натуральное бешенство. А вот то, что они не размножаются это проблема. В сети можно найти уверение о том, что для развития икры нужна соленая вода, но когда читаешь подобную информацию в интернете кажется, что она переписана с какого-то одного источника, причем не всегда адекватно. Понятно, что видов неретин очень много, они живут практически на всех континентах и некоторые возможно имеют подобную схему размножения, но среди них возможно есть и виды, которые спокойно разводятся и в обычной воде, тем более что по моим наблюдениям они не предъявляют совершенно никаких запредельных требований. Те же теодоксусы не такие уж и дальние родственники неретин и без проблем разводятся в обычной воде. Кстати, когда-то ради интереса изучал тему разведения и нашел на одном из американских форумов тему, где то ли тролль, то ли просто не совсем адекватный человек развел неретин. Он получил от них очень много личинок, накупил для них аквариумов и стал с нетерпением ожидать, когда же личинка станет взрослой улиткой. Проблема только в том, что на всех фотографиях были самые обычные улитки, которые больше всего известны как Мелании и Граниферы, а на вполне адекватное замечание, что это абсолютно разные улитки он злился, называл всех неадекватными и говорил, что как будто не знает как выглядит Мелании и показывал фото туберкулят. Вообще, что с ним стало неизвестно, через пару месяцев он в рот пропал и не обновлял тему, так что не нужно быть такими как он. Так что же это за улитки такие? Неретина – род улиток, содержащий множество разных видов. Неретина относится к семейству нерит, некоторых улиток из которого также иногда называют неретинами. К ним, кстати, относится и так желаемый многими теодоксусов, но я повторяюсь. Я расскажу о всех сразу. В основном это не крупные улитки, размер большинства из них не превышает 3 см. Еще у этих улиток, по крайней мере у тех, которые были у меня, весьма внушительный оперкулум, больше ни у кого такого не видел. Вот, например, оперкулум некрупный ампулярия, тонкий, мягкий, а вот некрупный неретина, то есть толстый, прочный, куда как более защищающий, к сожалению, у более крупных он еще больше, но к сожалению у него только вот такой сохранился. Живут эти улитки в самых разнообразных условиях, очень многие из них морские, есть и слоноватоводные, и красноводные. Видимо этот факт и дает почву для информации о слоноватоводном размножении. Как я и говорил, самые распространенные неретины в Испании прихотливы, живут в воде с широким диапазоном параметров, естественно без экстремальных величин. Чем они питаются не знаю, вот честно никогда не видел, чтобы они что-то у меня ели, но обычно их покупают для уничтожения водорослей, так что возможно именно их они у меня и едят, но я просто не успеваю их заметить. На всяких таблетках для сабов и прочих овощах, которыми я подгармливаю других животных, я никогда не видел ни неретин, ни феодоксиса. В аквариумнистике содержится не так уж и много неретин, в лучшем случае около полутора десятков. В самом же семействе одних только пресноводных видов в разы больше и это вы можете увидеть на тех фото, которые уже несколько минут я показывал. Будем надеяться на то, что эти удивительные гастроподы рано или поздно займут почетное место в аквариумнистике, а самое главное будет открыть секрет их разведения и не надо будет их вылавливать в природе. А пока я желаю всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова